МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробности резонансной аварии в районе железнодорожного вокзала. Пропал символ года. В Севастополе воры украли трех лошадей. Мусорная террористка. Одинокая пенсионерка устроила настоящую свалку прямо у себя в квартире. 16 января Украина, возможно, обретет свой бюджет на 2014 год. Проект подготовлен. Делаешь за депутатами Верховной Рады. Завтра они намерены голосовать за главный финансовый документ страны. Но примут ли его, пока вопрос. Оппозиция блокирует работу парламента и требует выполнения от правительства ряда своих положений. Сегодня же в поддержку президента и провластного депутатского корпуса в Киев отправились 500 севастопольцев. Они намерены стоять там, пока народные избранники не примут бюджет Украины. Не на самолете и не на поезде. В этой трассе вастопольская делегация в составе из 500 человек отправилась в столицу на автобусах. Люди также разбиты на группы, за каждой закреплены руководители. Правила прежние. Сухой закон, позитивные эмоции и никаких провокаций. Едут горожане поддержать президента Виктора Януковича и правительство. Не допустить расколы страны. Говорят, никто не принуждал. Проявляют свою инициативу. Нет, абсолютно никаких рекомендаций, инструкций не давалось. То есть я здесь, если честно, просто для того, чтобы поехать и отстоять свою точку зрения. Мы не хотим того, чтобы подписывалось соглашение в ассоциации с Европой. Мы нацелены на тесные дружеские отношения с Россией. Прежде всего на развитие экономики. Мы против того, чтобы были беспорядки на Майдане. Мы хотим, чтобы наша страна развивалась, шла вперед, но и никаким образом не зависела. Ни от Европы, ни от каких-то людей, которые принимают какие-то законы нам неизвестные, нам непонятные. Я просто это увидел в интернете и решил поехать тоже с ребятами поддержать свой город. Не будет провокации. Мы мирно, дружно соберемся, нормально. Люди обеспечены всем необходимым. Вода, чай, продукты питания, медикаменты, средства гигиены. Поездку профинансировал не местный бюджет, а ее инициатор. Севастопольская городская организация партии регионов. Провожали делегацию руководителей Белокаменного. Беря во внимание, что в ближайшее время депутаты Верховного Совета планируют приступить к рассмотрению проекта бюджета на 2014 год, мы, как севастопольцы, приняли решение поддержать наших депутатов от партии регионов, членов фракции в их нелегкой работе по анализу и затем принятию бюджета, который предложило правительство. В столице севастопольцы примут участие в мирном митинге в Мариинском парке. Из Киева наша делегация вернется 17 января. Наталья Двойцина, Екатерина Долгополова. Программа «Наше время». Ограждение залатали, машину убрали. Под Днепровским мостом ликвидировали последствия неординарного ДТП. Напомним, вчера на полном ходу с 10-метровой высоты упал грузовик. Авария произошла на мосту в районе железнодорожного вокзала, в результате чего пострадали водитель и беременная пассажирка машины. Но, как оказалось, с данного обрыва транспорт скрывается не в первый раз. Ольга Деменчук продолжит. Ограждение уже восстановили. Леер Днепровского моста испортил грузовик. Автомобиль, перевозивший продукты, протаранил его и в результате приземлился возле железнодорожного полотна. В момент ЧП Ирина Федулкина находилась у себя в квартире. Рассказывает, собиралась на прогулку с детьми. Перед выходом на улицу услышала хлопок, от которого стены дома задрожали. Сразу не сообразила, выглянула в окно, посмотрела, что вроде бы как аварии с моих и лично окон, с квартиры, не видно было. Потом вышла на улицу и, конечно, перед глазами такая картина была достаточно серьезна. Все это очень жутко было. По официальной информации, у автомобиля заклинила руль и водитель не смог избежать аварии. Грузовой автомобиль Симферопольский, двигаясь из города Севастополя по направлению к выезду на железнодорожном мосту, ввиду технической неисправности, съехал с проезжей части, упал с моста. В кабине злосчастного грузовика было два человека. Помимо водителя там находилась 18-летняя беременная девушка. Если мужчина отделался легким испугом, то молодая женщина сейчас на койке отделения нейрохирургии. Были полностью проведены диагностические мероприятия в ее состоянии, доступные в настоящий момент. Определены повреждения, которые она имеет. Назначена терапия в доступном объеме. На теперешний момент утром самочувствие больное стабильное. Предъявляет некоторые жалобы на самочувствие. Но, тем не менее, все находится под контролем. Проходится дальнейшее обследование, осмотр специалистов. Поэтому пока все нечего. В двухэтажном доме на Охотской-2 проживает около 30 человек. Здесь почти в каждой квартире маленькие дети. И они, их родители, а также просто местные жители проходят вдоль места аварии по несколько раз в день. И, как отмечают сами люди, после обеда 14 января, лишь по счастливой случайности здесь никого не оказалось. Ну, в этом доме, конечно, детвора маленькая есть. И так вот в школу всегда детвора. Здесь рядом 18-я школа. Детвора вот всех дальних районов ходят по этой сокращенке, как они ее называют. Очень часто здесь дети. Я же говорю, что это Господь просто всех отвел. Прыгающий с моста автомобиль явление здесь не первое, говорят местные жители. Ирина Федулкина отмечает, на ее памяти таких случаев было как минимум три. К железнодорожному полотну падали маршрутное такси, военный УАЗик и легковушка. На первом мосту было, на втором было. То есть даже было, что сосед выносил мусор с ведром. И хорошо, вовремя, там, доли секунды он уже был под мостом. Сейчас на месте ДТП лишь фрагменты автомобиля. Сама же машина, по информации Госавтоинспекции, находится на экспертизе. Ведется следствие. Правоохранители от каких-либо комментариев отказываются. Ольга Зименчук, Наталья Бабкевич, программа «Наше время». В Севастополе украли символ года. Причем сразу трех лошадей. Похитители разобрали внешние стены стойла по кирпичику и увели животных в неизвестном направлении. Более всего владельцы боятся, что воры сдадут лошадей на мясо. В страхе теперь живут и хозяева соседних конюшень. Подробности у Владимира Сорокина. В ночь с 10 на 11 января на Северной неизвестные выкрали лошадей. Двум кобылам было по 4-9 лет. Третий всего 8 месяцев. Находились они в пристройке к гаражу, переделанной под конюшню, рассказывает Оксана Куренкова. Это моя конюшня, в которой я 12 лет уже держу лошадок своих для своей семьи, для своих деток. Ночью неизвестные разобрали стену конюшни и вывели троих моих лошадей. Воры умеют обращаться с конями, потому что смогли их успокоить и оседлать, говорит Оксана. Девушка уверена, или кто-то положил глаз на ее лошадей, или украл из мести. Сказать, что там мне кто-то конкурент, или я кому-то там перешла дорогу, я не могу. Либо это какой-то, может быть, заказ конкретно на этих лошадей. Может, кому-то они там сильно понравились. Ну, я как бы очень надеюсь, что это они на мясо. Рядом конюшни держат еще пять человек. Этого скакуна зовут Заяц. Он пасся с похищенными лошадьми на одном пастбище. Теперь хозяйка держит его в деннике под замком. Я его сейчас стараюсь из-за этого не выпускать на прогулке. пастись, потому что он кричит. Он их зовет. Вот. Для него это его девочки, это его табунчик. Я также переживаю за то, что, не дай бог, кто-то вот так вот с моим случится. Все украденные кони ярко-рыжего цвета. У одной из кобыл три белых носка. Характерные отметины вблизи паховой области и ребер в виде проседи. У двух других белые звездочки на лбу. Хозяева умоляют, если кто-то знает, где находятся лошади, позвонить по телефону им или в милицию. Мы очень хотим, чтобы наши лошади вернулись. И мы уже скончались. Может быть, кто-то что-то видел или знает, или случайно, может быть, что-то узнает. Очень прошу сообщить любую информацию о лошадях. Уже не для меня, как дети. Свои убытки хозяйка коней оценивает в 10 тысяч долларов. По факту кражи милиция Севастополя открыла криминальное дело производства. Впрочем, времени для комментария о том, как ведутся поиски коней, стражи порядка не нашли. Владимир Сорокин, Виктор Шемшура. Программа «Наше время». Одинокая пенсионерка устроила настоящую свалку прямо у себя в квартире. За 20 лет дом скромной учительницы превратился в маленький полигон для отходов. Окна, двери, комнаты. Здесь все завалено мешками с мусором. А в подъезде царят зловоние и антисанитария. Зима у жителей Горпищенко, 78, любимая пара года. И снежные пейзажи вовсе ни при чем. Именно в холодное время запах от мусорной кучи, которая находится у них буквально под носом, и с каждым днем становится все больше, почти не слышен. Зато в подъезде зловоние и антисанитария царят круглый год. Всему виной квартира бывшей школьной учительницы. За 20 лет жилое помещение превратилось в настоящую свалку. Она постоянно писала на все записки, докладные. И все ее очень боялись, нигде она долго не задерживалась. И в конце концов она осталась дома. Ей нужно было чем-то заниматься. А видно, с рождения была больна. И болезнь начала прогрессировать. И свою вот эту вот энергию большую, она начала вот в собирании мусора. Полностью складирование у него. За этой дверью вещи обретают вторую жизнь. Чего здесь только нет. Приемница Плюшкина складирует дома мусор со всего города. Живет в изобилии. Все, что не помещается в квартире, выпирает из окон. А за морей червячка сюда сбегаются не только насекомые, но и крысы. Тараканы лезут. Ну, я не могу вам показать размеров, потому что, ну, большие тараканы. Слава богу, мыши нет, у нас кошка дома. У меня ребенок заболел астмой. Не знаю, из-за этого, не из-за этого. У меня в роду никогда этого не было. Жители дома давно прозвали свою беспокойную соседку мусорной террористкой и уже отчаялись бороться с ежедневными диверсиями. Не изменил дело даже пожар, который произошел 16 лет назад. После того, как загорелись подвалы, с пола до потолка заваленные любовно накопленным хламом, на двери повесили замок. А мусорные горы хозяйку забрали в психиатрическую больницу. В это время родственники даже успели сделать в квартире ремонт, как выяснилось зря. По возвращении все снова встало на свои места. Рыб номер 11, который находится в этом же доме, смотрит на причуды соседки сквозь пальцы и убирает несанкционированную свалку только раз в сезон. Куча мусора лежит, планируем уборку. Мы не можем ее убирать ежемесячно, понимаете, потому что это затраты, которые не входят в тариф. А периодически мы убираем. Для этого мы заказываем специальный транспорт и вывозим. Вопросом, кто в доме хозяин, жители Горпичинка, 78, задаются уже не первый год. Соседи признаются, на такую борьбу не хватает ни сил, ни здоровья. Женщина далеко не безобидна. Ее боятся не только жители дома, но и сотрудники РЭПа. Она дерется, я не могу там убирать, мне разрешает она убирать. Ругается, у нее вот эта вечно старта течет. Все время, я же говорю, одну кипячком женщину облила. Человек состоит на учете в специализированном медучреждении. И если он будет себя вести агрессивно и не предпринимать меры по устранению данных недостатков, мы будем принудительно ее отправлять на лечение уже не первый раз. В городской СС нам рассказали, что скоро работу РЭП номер 11 проверят в Непланово. За нарушение санитарных норм обслуживающему предприятию может грозить штраф. Конкретно будет смотреться содержание придомовой территории. Если будут были нарушения, то будут приняты меры в соответствии с требованиями санитарного законодательства. На сегодня максимальная сумма штрафа составляет 425 гривен. Пока ответственные лица раскручивают колеса бюрократической машины, несчастные соседи Мадам Плюшкиной вынуждены жить в мучительном ожидании санитарного счастья. Александра Толкачева, Деливер Меджитов, Олег Ивашенко, Виталий Козловский. Программа «Наше время». Зато остальные жители Нахимовского района теперь могут вздохнуть спокойно. С декабря прошлого года здесь царил настоящий коммунальный кризис. Мусор во дворах не вывозили в течение нескольких недель. На эту тему отреагировал ряд севастопольских телеканалов. Однако только после выхода сюжетов на СТВ ситуация разрешилась. Сегодня наша съемочная группа вместе с чиновниками и коммунальщиками отправилась в санитарный рейд по этому району. Оправдал ли чистый город свое название? В репортаже Александры Толкачевой. Еще три недели назад у мусорных контейнеров на улице генерала Мельника царил поистине домашний уют. Баком с отходами, у которых разместились не только диваны и ковры, но и предметы гардероба, нельзя было подойти на метр. Все дело в том, что коммунальное предприятие, которое занимается вывозом мусора в районе, в течение трех месяцев не получало денег за работу по санитарной очистке. Долг казначейства превышал 5 миллионов гривен. Всем понятно, что производство, любое производство без оплаты за товары, за услуги существовать не может. Это и постоянные закупки топлива, КСМ, ремонт, заработная плата, захоронения и так далее. Но даже несмотря на эти экономические трудности, привели в порядок весь Нахимовский район после праздников. Мусора, конечно, было очень много. Ну и, конечно, в рамках тяжелой экономической ситуации, наша организация, наши сотрудники, которым я очень благодарен, справились с этой задачей. С долгами перед коммунальным предприятием рассчитались в конце 2013-го. Порядки стали наводить не откладывая, а прямо на Новый год, 1 января. Для местных жителей эта уборка стала самым лучшим подарком не от Деда Мороза. Люди у нас нормальные в Севастополе, культурные, все. Но когда не вывозится так 2-3 дня, 3, особенно 4, все кульки складывают возле мусорной ящики, все это, разносится ветром. Поэтому, если бы даже 2-3 контейнера было и вывозили, нормально, было бы все нормально. Но после Нового года вывезли, спасибо, нет проблем. Было очень много мусора, его никто не вывозил. Конечно, хорошо, что его убрали, и надеемся, что дальше будет так вот в порядке наш город. Мусорные баки пусты. К настоящему моменту отходы вывезли абсолютно из всех контейнеров Нахимовского района. Порядок во всем районе наведен. Все контейнерные площадки приведены в нормальное санитарное состояние. В перспективе нас ждет только работа по поддержанию в таком состоянии контейнерных площадок. Но еще и поставлена задача первым заместителям председателя городской администрации Рубановым Федором Федоровичем отремонтировать контейнерные площадки, заменить и отремонтировать контейнера, где это необходимо. И, соответственно, нанести логотипы на контейнера той компании, которая осуществляет вывоз мусора в том или ином микрорайоне. До конца января старые мусорные баки заменят. КП «Чистый город» в рамках нового инвестиционного проекта в течение месяца поставит в Нахимовском районе 150 новых евроконтейнеров. Позже предприятия планируют установить еще 250. Александра Толкачева, Денис Корвель, программа «Наше время». Оставайтесь с нами и смотрите далее в выпуске. 200 лет со дня рождения. Город готовится отметить юбилей Тараса Григорьевича Шевченко. В этом году исполняется ровно 200 лет со дня рождения выдающегося украинского поэта и писателя Тараса Григорьевича Шевченко. Отмечать эту дату в Украине будут на общегосударственном уровне. Уже сейчас запланирован ряд масштабных торжественных мероприятий. Готовится к юбилею и в Севастополе. Как знает Олег Савченко. С начала января в читальном зале Центральной городской библиотеки разместилась книжная экспозиция из произведений Тараса Шевченко. Альбомы гравюр и акварелей. Среди раритетных изданий книги на украинском, русском, польском языках. Старейшие из них датируются концом 19 века. Довольно большая выкладка литературы от Тараса Григорьевича Шевченко и его произведения. И раскрывающая его многогранную личность. И как гражданина, и как поэта, и как художника. И есть книги, которые рассказывают о его личной жизни, так и о судьбе. Потому что тяжелая все-таки у него судьба. Он 49 лет умер. Это рано для мужчины. Но вот так вот случилось. Продолжением проводимой библиотеки работы стало мероприятие, организованное для школьников Севастополя. Его цель – приобщить учащихся к творчеству Великого Кабзаря. Мы иногда его в виде бронзы изображаем. В виде кумира, в виде человека, на которого надо молиться. Этот человек – это гений. Но он тоже человек с присущими устрастями. И вот эта выставка сегодняшняя и последующие мероприятия этого года. Мы, думаю, что более полно познакомимся с Тарасом Григорьевичем Шевченко, его поэзией, его жизнью. Вновь напомнила в веке непростого жизненного пути Тараса Шевченко – известная севастопольская писательница и журналист Тамара Гордиенко. Молодому поколению она озвучила малоизвестные, порой трагичные страницы жизни поэта. Достаточно сказать, что Тарасу Шевченко во всем мире, в Украине во всем мире установлено 1100 памятников. Я не знаю, знаете ли вы об этом. Эта цифра – столько памятников не было установлено ни одному совершенно человеку на земле, кроме вождей тоталитарного режима неизвестному солдату. Это говорит о величии Шевченко, о его неприходящем значении. Но какими бы словами мы сейчас ни говорили, слова – это слова. Они высокие, они приелись. Поэт гениальный, судьба трагическая, удивительная жизнь и нестареющие книги. Подобные встречи в юбилейном году будут регулярными, обещают ее организаторы. Кроме этого, в Севастополе в рамках подготовки к основным торжествам этой весной будут проведены традиционные конкурсы честецов, творческие и художественные мероприятия. Олег Савченко, Денис Корвель, программа «Наше время». Коллективный разум. Сегодня Википедия празднует свой день рождения. Это интернет-энциклопедия, которую пишут всем миром. Создавать статью на любую тему здесь может каждый, ресурс работает очень оперативно. Интернет. Пользователи находят информацию мгновенно, просто вбив в поиски нужный запрос. Пользуется ли этот знаменитый онлайн-сервис популярностью в Севастополе, выясняла Елена Корнаухова. Многие севастопольцы хоть раз в жизни пользовались Википедией. Это свободная универсальная интернет-энциклопедия. Ее создают сами пользователи сети, и редактором здесь может выступить каждый. Википедия является популярным источником информации. Она входит в десятку самых посещаемых интернет-ресурсов мира. В этой онлайн-энциклопедии можно найти ответы почти на все интересующие вас вопросы. Первоначально Википедия была создана как дополнение к англоязычной свободной энциклопедии «Нупедии», писавшейся экспертами. Но ее создатели Ларри Сенгер и Джимми Уэллс пришли к выводу, что скорость наполнения интернет-ресурса слишком мала и сделали проект открытым. Теперь его могут пополнять любые пользователи сети. Так и появилась Википедия. Официальная дата ее открытия считается 15 января 2001-го. А уже в мае этого же года были запущены языковые разделы Википедии. Русский, немецкий, шведский, французский, итальянский. Сейчас их более 260. Идет в ногу со временем и Центральная библиотека имени Льва Толстого. Ее сотрудники также поместили информацию об учреждении в Википедию. Наша библиотека создала страницу Википедии Центральная городская библиотека имени Льва Николаевича Толстого, город Севастополь. Выставляет свою информацию, историческую справку, основные показатели работы, формы работы, новости выставляем. Википедия получила свое название от используемой для ее реализации технологии Вики, что в переводе с гавайского языка означает «быстро». Онлайн-энциклопедия работает поистине мгновенно. Здесь можно получить информацию и поделиться знаниями очень оперативно. Юрий Симонов – менеджер по рекламе. Рассказывает, постоянно пользуется Википедией. Она очень помогает в работе, ускоряет процесс поиска информации. Например, если мне нужно написать какую-нибудь статью, я в основном пишу статьи, то мне нужно брать информацию. Это либо потратить полдня в бумажном виде, либо за 5-10 минут в Википедии. А вот Валентине Матвеевой Википедия очень помогла при учебе в университете. Когда в студенческие годы, 5 лет института, и постоянно какую-то информацию задавали найти, то-то реферат сделать, курсовую сделать, еще что-то найти. Поисковик обычно выдает определенные сайты. И Википедия обычно в числе первых в основном всегда. Первая ссылка – это практически всегда она. То есть сразу заходим на этот сайт, сразу все там находим, практически всю основную информацию. Но есть у популярного интернет-источника и недостатки. Википедия может содержать недостоверные факты. Поэтому имеет смысл проверять информацию, указанную в данной интернет-энциклопедии, говорят сотрудники библиотеки. Огромный минус, что это каждый желающий может давать, выставлять свою информацию. То есть точностью, достоверностью, надежностью эта информация не отличается. Советую перепроверять информацию в печатных источниках информации. То есть энциклопедия, справочники, газеты, журналы, официальные интернет-ресурсы. Русскоязычный раздел Википедии находится на четвёртом месте по посещаемости, уступая лишь английскому, испанскому и японскому. На протяжении 2013 года ежемесячно статьи русской Википедии просматривали свыше миллиарда раз. Растёт и объём знаний, предоставляемый данным интернет-ресурсом. По состоянию на 15 января 2014 года русская Википедия насчитывает 1 миллион 80 тысяч 238 статей различной тематики. Елена Корнухова, Алика Ивашенко, программа «Наше время». Это была последняя информация нашего выпуска. Увидимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин